Европа всё чаще сталкивается с волнами жары настолько сильными, что местным жителям крайне сложно к этому адаптироваться. Об этом заявили работники Европейской климатической службы Коперник. В их докладе отмечается, что из-за экстремальных условий, в том числе июльской жары, в прошлом году тепловой стресс переживали жители на 40% территории Южной Европы. Это самая большая площадь за всё время наблюдений. «Сотни тысяч людей пострадали от экстремальных климатических явлений 2023 года. Из-за них убытки континента достигли десятков миллиардов евро. К сожалению, эти цифры вряд ли станут меньше, по крайней мере, в ближайшем будущем». Экстремальная жара представляет особую опасность для здоровья людей, работающих на открытом воздухе, пожилых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В июле этого года в некоторых районах Италии было зарегистрировано на 7% больше смертей, чем обычно. Среди жертв был 44-летний дорожный рабочий. Он упал и умер в процессе нанесения дорожной разметки в северном городе Лоди. Тепловой стресс – это воздействие окружающей среды на организм человека, включая такие факторы, как температура, влажность и реакция организма. В 2023 году в некоторых районах Испании, Франции, Италии и Греции до 10 дней наблюдалась экстремальная жара. Она ощущалась как 46 градусов по Цельсию. В докладе также говорится, что за последние 20 лет смертность от жары в Европе выросла примерно на 30%. В прошлом месяце агентство ЕС по охране окружающей среды даже призвало ввести правила для защиты людей, работающих на открытом воздухе.